Продолжение следует... Мне не впервой читать что-то подобное в больших объемах. Ну и все сказанное в видео, это лишь мое видение и мое мнение, которое я менять не собираюсь. И берегитесь спойлеров. Можно было давно понять, что новелла не мой любимый жанр, но некоторые просили поиграть в ПМКМ и... я поиграл. Дважды. Один раз на стриме прошли, поняли, что какая-то дресня про больную девку, а во второй раз я уже проходил вне стрима в более личной, так сказать, обстановке. Наверное, так и стоило проходить в первый раз. Я только во втором прохождении стал замечать параллели между мной и этой вот телочкой. У нее местами такие же проблемы, как у меня, такие же загоны. Тут волей-неволей начинаешь думать, а не больной ли ты сам? Этой хуйкой, кстати, занимались многие обзорщики ПМКМ, но кто вы, блять, такие, чтобы просто по симптоматике находить у себя или у кого-то еще такие заболевания? Тем более психологического характера. Если уж и подозреваете у себя что-то такое, не будьте идиотами и сходите к нужному дяде, который и расскажет вам, дурак вы или нет. Короче, далее я много чего еще скажу про людей, которые делали видео про ПМКМ, и не только. Но что такое этот ваш Милк Inside of Bug of Milk? Ну, слушайте. Никита Крюков человек, ответственный за создание этих двух новелл, которые, блять, можно было пихнуть в одну игру, между прочим. Ведь первая часть проходится где-то за 15 минут, а вторая около часа. Кстати, обе игры стоят денег, представляете? Покупаете игру, проходите ее и делаете рефант. Идеальная схема для идиота, которая делает такую монетизацию. Да, это недорогие игры, но все равно, смысл. Сразу возникает вопрос, зачем разделять эти игры? Ну как, зачем? Вы забываете, какой комьюнити у новелл. Оно любит искать кругом скрытый смысл. Вспомните, что творилось в комментах под ниде Girl Overdose. Ну, правда, вспомнят лишь те, кто смотрел их. А там я вам скажу еще те фантазеры. Ищут то, чего нет. Хотя, как ищут? Они нашли и сидят доказывают это. Мне ведь не плевать. Так и здесь. Поменяли название игры с инсайд на аутсайд и понеслось. Хитрый ход, Никитос. Шаришь за комьюнити и за новеллы, да? Новеллы рассказывают, каково это. Жить в шкуре такой вот травмированной и больной по всем фронтам девочки, которая даже молока купить не может. Комьюнити успела у нее найти и ОКР, и аутизм, и диабет, и шизофрению. Букет заболеваний? Ну, нихуя такой. Поэтому она пьет курс таблеточек разных вот прикольненьких, и после их приема, как я понял, появляемся мы, ее шизофрения. В первой части новеллы мы как раз таки в роли воображаемого друга должны помочь ей купить молоко, и как оказывается, не в первый раз уже. Приключения не из самых, конечно, интересных. Мы просто наблюдаем за ее рассуждениями и выбираем ответы так, чтобы не отъехать раньше времени со словами «Похоже, ты мне совсем не помогаешь». Ключевая, кстати, фраза в моем рассказе, так что запомнили там, отложили, окей? Дальше, значит. По дороге в магазин мы узнаем причину, из-за которой в новелле такой визуальный стиль и палитра цветов. Причина же тому – папа. А точнее, то, что от него осталось. Ведь он решил, ну, того, ну... Оп, и все, вот. Магазин. Мы дошли до магазина, и теперь нам надо найти и купить молоко. Естественно, для нашей героини это не так просто. Ей приходится сталкиваться с людьми, которые в ее глазах обретают какие-то странные силуэты. У них меняется голос, да и вообще, они говорят что-то непонятное. Худо-бедно мы покупаем молоко, возвращаемся домой и встречаемся с мамой. Мама предстает в глазах героини в виде какого-то существа, которого она явно боится. Почему? Ху** знает. Это мы потом разберем, наверное. Мама спрашивает, купила ли она молоко, на что мы отвечаем «Да, мам». И первая часть на этом кончается, так что сразу идем во вторую. Второе молоко уже показывает домашнюю вечернюю рутину нашей телочки. И, конечно же, тут очень много чего объясняется, но, сука, зачастую это делается намеками и обрывками. Спасибо, б**ть. Итак, придя домой с молоком, мы показываем его матери. И после недолгих разговоров настало время вечерних процедур, таких как уколы внутривенно, умывание и еще один прием таблеток. Естественно, все идет не так быстро, как того бы мне хотелось, и приходится выслушивать все эти бредовые комментарии. Укол у нас сопровождается эпилептическим припадком со словами «Дай мне умереть». Прикольно, да? Потом вместо нормальных таблеток мы закидываем воображаемые, но че-то это нам не помогает, и Тяночка решает нормальные таблетки все же выпить. Умываемся и пытаемся заснуть, но у нас это плохо получается, ибо в голове каша из мыслей, которые надо собрать в кучу. Девочка представляет их в виде светлячков, пытается собрать их в кучу, но все они разлетаются по комнате и начинается... Ебучий квест. Кликаем по всяким предметам, которые раскрывают всякое разное про девочку и ее семью, и находим светлячков. И после того, как мы все сделали, мы идем спать. Тут уже нам показывают сон, который зависит от выбранных ответов и найденных светлячков. Сны, конечно же, идиотские, кроме одного, которые заканчиваются на ключевых моментах, после чего Тяночка просыпается в слезах. В общем-то, это конец всем. Залупа конченная, согласен, я сам чуть со скуки не помер, когда проходил эту новеллу. Но я, наверное, скажу, что оно того стоило, ибо я прошел на самую, опять-таки по моему мнению, подходящую концовку. Она заключается в том, что героиня попадает в первую часть новеллы, но уже, как окажется в конце сна, в роли шизофрении другого человека. Сценарий там все такой же, мы этому парнишке помогаем купить молоко, но все идет не так гладко, как хотелось бы. Там у нас скандалы в магазине, туда-сюда, худо-бедно покупаем это молоко и идем с мальчуганом домой. В конце пути мальчишка говорит следующую фразу. Похоже, ты мне совсем не помогаешь. Шок, мурашки, восторг. После такой духоты и получить такую клевую концовку, это кайф. Это как после кучи однообразной и невкусной еды зайти в ресторан и попробовать что-то реально вкусное. Остальные концовки даже в расчет брать не хочу. Они все душные, скучные и вообще не подходят под мое видение этой новеллы. Они как раз созданы для тех, кто очень любит находить всякий смысл там, где его вообще быть не должно. Поэтому моя концовка самая подходящая. Там все прекрасно. И даже ищейки из комьюнити новелл будут рады, вы там тоже всякое найти сможете. Это я к чему? Я хочу поговорить о том, что из себя представляет эта новелла сейчас. И как мог бы поступить Никитос, чтобы новелла выглядела, проходилась и ощущалась лучше, чем она есть? Потому что в нынешнем состоянии ПМКМ это кусок душного говна, которое надо перетерпеть ради одной концовки. И то нужно знать, как ее открыть. Ничего толком о прошлом главной героине неизвестно. Где училась, как училась, непонятно. Одни говорят, мол, школа и интернат для дебилов, другие утверждают, что это та же школа, только для суперумных. О матери и отце тоже ничего понять нельзя. То молоко это алкоголь, то мать сама столкнула отца, как мать перенесла потерю мужа, чё в целом в семье происходило, хуй знает. Короче, на все эти вопросы сама новелла дает лишь пищу для подумать. Ну реально. Вы забыли, для кого это делалось? Вся эта пища для размышления нужна тем людям, которые ну очень, сука, любят додумывать сюжет. Разработчик новелл может прямой факт вкинуть, но эти индивиды все равно будут копать туда, куда не надо. И разработчики это понимают, ведь чем дольше говорят об этой игре, чем больше строят теории, тем больше выходит контента по игре. Например, видосики по часу с разбором сюжета. Ага, блять, охуенный разбор. Это, блять, не разбор, а тупо додуманный автором видеосюжет, который строится только на каких-то глупых догадках, а-ля БОЛИН, там вся семья на реки, это 100%, ибо молоко это героин. Вот, и папа, мама, блять, дрались за героин, а папа по итогу в этой потасовке из окна случайно выпал. Это все вроде как называется СПГС, то есть синдром поиска глубинного смысла, но я могу ошибаться. А вообще, знаете, по себе скажу, что делать такие видео с альтернативной точкой зрения на сюжет, это пизда выгодно, потому что постоянно идут споры в комментах, вкидываются теории, потом эти теории сталкиваются с другими, туда-сюда. Я бы делал видео по одной из таких игр, я знаю, о чем говорю, но я не из выгоды делаю эти видео, я с них все равно ничего не получаю. Давайте я лучше свои 5 копеек вкину насчет того, какой могла быть эта игра. Мое видение по МКМ такое, кто бы что не говорил про первую часть, мол она для конкурса была сделана и так далее, но полноценную игру выпустить ничего не мешало. Я тут думал, что лучше было бы сделать игру от лица единственного друга этой тяночки. Но если так сделать, то рушится концептуальная задумка, а именно как видит мир человек с такими недугами и такой историей. Да и плюсом к тому, эта пи***нь асоциальна, поэтому какие тут могут быть друзья. Так что за ГГ оставляем вот эту вот тянку и все так же отыгрываем ее шизу. Начало игры все так же состоит в том, что мы идем за молоком и знакомимся с героиней. Попутно можно было бы сделать так, чтобы выборы, сделанные в прологе, влияли бы на характер тяночки. Хотя ладно, может и не на характер, но хотя бы на историю в целом, ибо че такое новеллы? Интерактивные рассказы с картиночками и анимашками, верно? С возможностью выбора и в целом нелинейным зачастую сюжетом. А тут у нас линейная по сути херня, где единственное, что меняется, так это сон в конце. Но после этого сна все равно ничего не меняется и не рассказывается, ибо это конец новеллы. А тут еще есть о чем рассказать и показать. Например, после покупки молока, придя домой, состоялся душевный разговор между матерью и дочерью. Маме могла подружка посоветовать поговорить с дочкой или психолог. Короче, предлог можно было бы найти. Разговор бы шел про семью, про случившееся, про то, что мать чувствует, ибо у нее, блядь, муж умер. Алло, вы че, серьезно, такое пропустить хотите? Тут, кстати, есть один прикол. После таких шокирующих событий у девочки мог сработать защитный механизм для психики, который, правда, хуево сработал, как мы видим, но все же. Этот механизм блокирует воспоминания о гибели отца, и в целом про отца теперь мало чего она помнит. И тут, в ходе душевного разговора с мамой, память начинает разблокироваться. Это можно было бы внедрить как игровую механику, прям как в стрейк. Там у нас был ученый с амнезией, и он вспоминал про свою прошлую жизнь, натыкаясь на различные граффити и прочее. Неужели так нельзя было сделать? В случае с молоком, чтобы разблокировать те или иные участки памяти, нужно было бы выходить на нужные диалоги. Ключевые выборы, поиск предметов, исследования. Сюда же квест пихнули? Пихнули. Доработать, опять-таки, эту механику ничего не мешает. Тем более, вы, блять, любите тут ломать четвертую стену и так далее. Пусть она опять новый игровой жанр в новеллу пихнет, а че нет? Короче, столько еще можно было бы придумать и реализовать, но последнее, что я хотел бы обсудить, это социализация тянки. Наверное, ключевым моментом в моей версии новеллы была бы школа, а точнее, возвращение в школу, может, даже нормальную, почему нет? Представьте период социализации у такой, как она. Буллинг, романтика, суицидальные наклонности после буллинга, интрижки, друзья, ширяться в туалете на перемене, получать пи***ы за двойки. Фантазируй, не хочу, настолько это важный период, как для подростка, так и для такой больной девочки, как она. Тут и будут сделаны ключевые выборы со стороны тяночки, мы ее либо подталкиваем на них, либо нет. Ну, а концовка, я бы сделал две. Вы либо проваливаете этап социализации и, как бы это, сказать, ливаете, да, прям, как отец. Либо у вас получается преодолеть все трудности и все заебись и все счастливы. На самом деле, я даже думать над концовкой не хочу, все как-то наивно и по-детски вышло у меня. И вообще, мой концепт это говнище полное, я ничего не смыслю в новеллах, что уж говорить про написание охуенного и ветвистого сюжета. Я лишь поступил как разработчик и новелл, дал вам пищу для размышления. А концовку сами придумаете, вы это любите, я знаю. Поэтому порекомендую вам пройти Сигнализ, обзор которого есть на канале. Там может быть и не новелла, но это уже реально психологический хуррор с очень крутым сюжетом. Вот как-то так. Повторяю еще раз, что это лишь мое мнение, которое менять я не собираюсь. Новелла по итогу для меня имеет самые ленивые решения по сюжету. В основном, мир и бэкграунд для персонажей делается из намеков и догадок, которые поданы как-то через жопу. И для меня это, ну, не серьезно, не интересно. Но вот этому деду было интересно и разобрал он это все. Мое почтение. Правда, он коснулся только первой части, но все равно дед охуенный. Это вам не обзоры ноунеймов смотреть о том, какая же игра охуительная. Так люблю поплакать и туда-сюда хнык-хнык подписка, лайк, пожалуйста. Нет, тут буквально идет разбор с точки зрения сценария и так далее. Выглядит, конечно, как реклама, но я просто нахую вертел детальный разбор такой душной новеллы. Это, конечно, клево, когда ты из крупиц сюжета, догадок, зацепок и намеков составляешь в голове что-то свое. Но мало кто так умеет делать опять-таки сигнали с пример того, как это надо делать. Хотя бы за охуенный визуал второй части и музыку скажу спасибо. Если бы не он, то популярности эта игра не сыскала бы. С новеллами на 7 я прощаюсь, ибо, блядь, насоветовали спасибо, я доволен и что-то больше не хочется. Если вдруг появится хороший представитель жанра, то обязательно посмотрим. Зайчика я уже держу на прицеле, но он должен весь выйти. Не забывайте про Дискорд-сервер и Телеграм, если хотите общения и быть в курсе анонсов стримов. И помните, хорошую историю можно сделать и без намеков, обрывков, додумок и прочего говна. До встречи в новом видео про нормальную, блядь, игру. Даже странные звуки из-за двери ни капли меня не тревожат. Знаете, что меня тревожит? Название ебучих видео про эту игру. Так, а как гуглить, кстати? Inside the Bilk, что-то Милк, обзор. Так, что же они говорят? Молочная визуальная новелла, сюжет, больше, чем... БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ИГРА! А, ну и как маму Гамбала ебут. В принципе, все схоже, да. Субтитры сделал DimaTorzok